Итак, давайте приступать к занятию и поговорим мы сегодня с вами о Соединенных Штатах Америки в 19-м начале 20-го века. Во-первых, поскольку я знаю, что многие из вас все-таки проходили подобного рода темы, и вы мне еще на первых занятиях говорили о том, что вы изучали этот курс, то скажите, пожалуйста, а что вы знаете про образование Соединенных Штатов Америки? Когда и как это произошло? И может быть, что вы знаете в целом про Америку 19-го века? Мне вот хочется, чтобы вы тоже рассказали, те, кто не проходил, но обладает какими-то знаниями, тоже естественно, я бы хотел, чтобы вы этими знаниями с аудиторией поделились. Молчанием, не ответом. Хорошо. Итак, Соединенные Штаты Америки образовались в 1776 году в результате борьбы за независимость с Великобританией. И, соответственно, принимается уже... Сейчас, извините, одну секунду. И принимается уже в результате победы в этой борьбе за независимость в 1787 году Конституция Соединенных Штатов Америки, которая действует до сих пор на самом-то деле. И в эту Конституцию, в чем особенность американской конституционной системы, Конституцию они не меняют, но вносят большое количество поправок. То есть, таким образом, позволяют Конституции, в общем-то, с одной стороны оставаться стабильным документом, с другой стороны не терять своей актуальности. Но нас с вами интересует дальнейшее развитие системы, уже политической системы Соединенных Штатов Америки. Итак, когда мы говорим о начальном периоде, то, естественно, мы говорим о 13 штатах, которые, в общем-то, и боролись за независимость. В настоящее время у нас всего сколько Соединенные Штаты Америки включают штатов? 50 штатов включаются, 50 штатов включаются. И последние присоединенные штаты, это как раз Аляска и Гавайи были. Но об этом мы с вами сегодня, если успеем, еще пару слов скажем. А на флаге Америки, соответственно, вот 50 полос, которые символизируют 50 штатов. И 13 звездочек, которые символизируют как раз первые 13 штатов. Господи, что со мной сегодня? Наоборот, соответственно, естественно, все. 13 полос, которые символизируют первые штаты. И 50 звезд, которые символизируют, соответственно, уже количество современных штатов. Итак, соответственно, когда мы с вами говорим про Америку в начале 19 века, то, в общем-то, тут возникает некоторая двойственность. Это не отстроенность, конечно, тогдашней политической системы Соединенных Штатов Америки. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что да, у них есть конституция. Причем, опять же, конституция достаточно двойственная. С одной стороны, президент Соединенных Штатов обладает достаточно широкими полномочиями. Он действительно обладает очень большой властью. Но, с другой стороны, он избирается сроком всего на 4 года. И вопрос, что можно успеть сделать за отведенное ему время. По большому счету, мы должны говорить о том, что реально как-то повлиять на ситуацию или изменить ситуацию способен президент, который приходит к власти таким образом на 2 срока. Кроме того, у нас достаточно хорошо развитая, то есть в Соединенных Штатах Америки достаточно хорошо развитая система законодательной власти. И вот, когда мы говорим о разработчиках Конституции, в том числе Томасе Джефферсоне, то, конечно, они питались идеями эпохи просвещения и говорили о необходимости включения действительно системы разделения властей. Это исполнительная, законодательная и судебная власть. Так у них и получилось. То есть, с одной стороны, вы видите, что в рамках Конгресса существует действительно верхняя и нижняя палата. Кроме того, очень большими самостоятельными правами, естественно, обладали Штаты. На самом деле, эта самостоятельность у них сохраняется значительная до сих пор. У них могут и законы отличаться. Вот, в частности, мы знаем, что смертная казнь в ряде Штатов до сих пор разрешена. В большинстве Штатов она запрещена. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что там, где она разрешена, она очень-очень давно уже все-таки не применялась. Это вот один такой современный пример. И другой пример, который тянется как раз еще с 19 века, это система выбора президента Соединенных Штатов Америки, когда не все население голосует и побеждает большинство, а когда происходит голосование по штатам. И за каждым штатом закреплено определенное количество представителей, которые и будут выборщиков. Закреплено определенное количество выборщиков. И та кандидатура, которая в этом штате побеждает, и представляет это количество выборщиков. Сделано было специально для того, чтобы учесть интересы небольших штатов, которые по численности, конечно же, малоочисленны, но при этом обладают определенным влиянием. Давно говорят, что система устарела, но никто ее менять, в общем-то, не собирается. И другой важный момент, это как раз вот та самая отстройка, та самая отстройка политической системы. Потому что на самом деле, если мы говорим про Америку, про американскую систему, то мы с вами должны понимать, что она действительно очень и очень долго приходила к существующей системе демократическая партия и республиканская партия. Причем изначально тоже было две партии, но они совершенно по-другому распределялись. Вот изначально были партии федералистов и республиканцев, и у власти находились как раз федералисты, причем достаточно уверенно у них была власть. В общем-то, первый президент Вашингтон, он ни к федералистам, ни к республиканцам формально не относился, но затем уже сначала побеждают именно федералисты. И после этого, учтя целый ряд таких неудачных опытов, и учтя в том числе неудачный опыт борьбы за власть, все-таки от республиканцев в 1801 году побеждает Томас Джефферсон. Побеждает Томас Джефферсон. И партия федералистов... Сейчас, одну секунду. И Томас Джефферсон проводит целый ряд изменений. Например, он стал первым, кто стал формировать правительство исключительно из представителей своей партии. То есть до этого, например, федералисты включали представителей республиканцев в свою партию. Теперь от этой затеи отказались. Кроме того, он смог действительно очень сильно укрепить позиции своей партии. И после него, например, к власти пришел уже Джеймс Мэдисон. Джеймс Мэдисон, который тоже будет представителем республиканцев. Тоже будет представителем республиканцев. В целом, республиканцы, надо сказать, что будут выражать интересы такого крупного плантационного, крупного промышленного севера и опираться именно на этот слой населения. И в целом, надо сказать, что очень уверенно как раз действовали республиканцы. Все это привело к тому, что в 1816 году партия федералистов просто распадается. И после этого наступает эра доброго согласия, когда у партии республиканцев вообще не было конкурентов. Но это было не очень надолго, потому что если мы говорим о крупных промышленниках в первой половине 19 века, то понятно, что у них были свои противники. Свои противники у них были среди южан, в том числе плантаторов юга. Противники у них были среди и мелких предпринимателей, фермеров. То есть достаточно большой круг лиц, который политикой республиканцев на самом-то деле доволен не был. И в связи с этим постепенно, постепенно все-таки ситуация начинает меняться. Внутри республиканской партии тоже начинает расти некоторое недовольство. И внутри республиканской партии тоже возникает такое более радикальное крыло. Возникает более умеренное крыло. И в 1828 году на выборах побеждает Эндрю Джексон. Эндрю Джексон, который будет находиться у власти с 1929 по 1937 год. И побеждает Эндрю Джексон как представитель демократической партии. На самом деле в тот момент он представлял демократических республиканцев. Он представлял демократических республиканцев. Кто такой был Эндрю Джексон? С ним связана интересная на самом деле, достаточно такая любопытная история. Он был участником наполеоновских войн. Но наполеоновских войн на территории Соединенных Штатов Америки. Когда Америка вторглась на территорию Канады для борьбы с англичанами. Но потерпела от них целый ряд очень чувствительных поражений. Даже будет захвачена столица американцев Вашингтон. Причем англичане сделают это без особого труда. Одним из генералов в этой войне будет Эндрю Джексон, который в 1815 году победит англичан в битве при Новом Орлеане. Парадокс этой ситуации в том, что за две недели до этой битвы уже Америка и англичане заключат перемирие. Так что Джексон просто не будет знать об этом. Состоится такого рода битва, которая абсолютно никакого значения иметь не будет. И таким образом он смог прийти к власти, а в результате, да, и он будет таким образом выразителем уже интересов не крупных предпринимателей, он будет выразителем интересов тех самых южных штатов, выразителем интересов мелких предпринимателей, фермеров и так далее. Естественно, что он будет урезать привилегии крупных промышленников, крупных торговцев. Вполне логичный шаг с его стороны. Но в ответ на это в 1932 году крупные предприниматели создадут свое политическое объединение. Кстати, смогут привлечь и крупных фермеров на свою сторону. И эта партия получит название партии Вигов. В общем-то, ситуация будет все больше и больше в этот период накаляться. Но пока что еще она из-под контроля не выйдет. А выйдет она из-под контроля приемнике Джексона и будут звать его Мартин Ван Денбур. Он будет не столь успешным президентом или совсем не успешным президентом. Потому что здесь будут и социально-экономические кризисы, здесь и политический кризис. В результате в 1840 году победу одерживает как раз партия Вигов уже. И к власти придет Уильям Генри Гаррисон. Он, впрочем, ненадолго, на самом деле всего-навсего на полгода, на один месяц он придет в власти. На один месяц и потом умрет. После чего будет у власти Джон Тайлер, который по большому счету будет на самом деле представителем демократической партии. То есть вот таким образом постепенно-постепенно будет выстраиваться вот эта вот новая система, новая система власти. И потом снова демократы победят на выборах. Джеймс Нокс Полк придет к власти. И затем уже еще в 1948 году все-таки Виги смогут взять реванш, но опять ненадолго. Потому что Закарий Тейлор тоже умрет и его сменит вице-президент Миллер Филмор. Который будет достаточно умеренным и будет выступать за примирение севера и юга. Таким образом, мы можем говорить о том, что политический кризис по-прежнему продолжается. Партии по-прежнему нестабильны. Власть, то что власть переходит от одних к другим, это как раз нормально. Но проблемы между севером и югом сохраняются в большом объеме. Почему возникают, почему сохраняются эти проблемы? Сейчас мы с вами об этом поговорим. Два слова буквально еще скажу. Что в 1854 году появляется новая республиканская партия. Которые, кстати, будут вести себя как раз от еще джефферсоновских республиканцев. И многое у них заимствуют. И кроме того, да, и таким образом у нас сложится как раз вот эта двупартийная система окончательно. То есть демократическая партия против республиканской партии. А теперь давайте поговорим о экономических и социальных кризисах. Что же происходит? С одной стороны, вроде бы, Америка достаточно успешно развивается. Потому что в 1803 году смогли купить Луизиану у Франции. Причем за достаточно скромные деньги. Дело в том, что в 1800 году Наполеон, которому, естественно, до территории Америки было, ну не то, что не совсем дело. Нет, ему было дело до этого. Просто руки не доходили. У него в Европе было много вопросов и много задач. Мы с вами об этом прекрасно знаем. Вот как раз он идет на то, чтобы продать через три года после того, как теряет фактически Луизиану, продать Луизиану Соединенным Штатам Америки. И затем, затем американцы так или иначе начинают расширять свою территорию. Начинают расширять свою территорию. Вот обратите внимание, опять же, луизианская покупка 15 миллионов американских долларов. Вот обратите внимание, какое количество штатов сегодня располагается. То есть фактически американцы приобрели территорию, которая превосходила начальную территорию вот их 13 штатов. Действительно, очень большая территория и очень выгодное было для американцев приобретение, которое вело за собой следующий шаг. Это более активное продвижение на юг, не на юг, на запад. И фактическое завоевание западных территорий. Но помимо этого, в результате войны с Испанией, Соединенные Штаты Америки получают Флориду. Затем они приобретают или захватывают еще целый ряд территорий. В частности, мы можем отметить захват Техаса. И, например, в 30-е годы проходит война с Мексикой. И до 36-го года Техас как раз был территорией Мексики. Потом идет война за независимость. Ну а затем уже присоединение Техаса. Тоже очень крупного, очень крупного штата, естественно. Ну и война Соединенных Штатов с Мексикой в середине 40-х годов. Решение об аннексии Техаса, который провоцирует эту войну. Таким образом, Америка действительно расширяет свои территории. Неважно, каким способом. Затем мы можем говорить о том, что будет приобретен в 40-е годы, в 43-м году, если память не изменяет, Форд Рос у России на территории Калифорнии. В 67-м году Россия продает Соединенным Штатам Америки Аляску. За тогда, казалось бы, смешные деньги. 7 миллионов 200 тысяч американских долларов. Но тогда не знали на самом деле, что на Аляске есть золото. И Аляска рассматривалась как, по большому счету, никому не нужный кусок льда. И даже российские представители вынуждены были давать взятки в Конгрессе США, чтобы продать, чтобы те проголосовали за приобретение Аляски. Но все это расширение территорий ведет к двум аспектам. Первое. Коренное американское население все больше, больше, больше сдвигается на Запад. То есть, американцы ведут на него активное наступление. Ну, американское население отвечает соответствующим образом коренное, нападая регулярно на западные американские города. И когда мы с вами смотрим различного рода американские вестерны, мы как раз вот эту эпоху присоединения западных территорий и наблюдаем с вами, понятно, что в сильно утрированном и измененном виде. Но уровень бандитизма, уровень незаконности, то, что шериф олицетворял закон в том или ином городе, все это действительно соответствует реальности. То есть, действительно, эти территории были очень сильно оторваны от восточной части Америки. От восточной части Америки. Это один момент. Второй момент. Благодаря присоединению западных территорий, постепенному расширению западных территорий в Америку устремляются эмигранты из Европы. Если в Европе все земли уже разобраны, люди, которые хотят заниматься фермерским делом, мечтают о получении, ну, например, там, 10 акров земли, то здесь им законодательно выделяется порядка 150 акров. И, кроме того, они еще могут приобретать землю. То есть, они получают достаточно обширную территорию. Впрочем, территорию, на которой надо, конечно, в обязательном порядке находиться с оружием в руках, потому что нападения индейцев будут достаточно частыми. Есть точка зрения, что, кстати, вот более активное продвижение на юг, трудно сказать, насколько это обоснованная точка зрения, что более активному продвижению на юг способствовало изобретение колючей проволоки, которая гораздо лучше уже останавливала индейцев. И таким образом, когда колючая проволока появилась, то индейцам стало сложнее нападать. И, соответственно, постепенно продвижение на юг более активно и пойдет. Но, в любом случае, подобного рода расширение на Запад, конечно же, будет толкать Америку, конечно же, будет толкать Америку к тому, чтобы уже менять немножко систему, связанную с рабством. И фермерские хозяйства, они будут покоиться именно на наемном труде или самостоятельном труде. Это не будут плантаторские хозяйства с использованием рабского труда. А вот рабство, таким образом, сохраняется у нас в рамках крупных южноамериканских, южных плантаций в Соединенных Штатах Америки. И, естественно, что возникает ответная реакция. Ответная реакция – это так называемая уже система аболиционизма. То есть, речь идет о том, что целый ряд американских просветителей, американских деятелей считает недопустимым власть одних людей над другими и призывает к отмене рабства на юге. Кроме того, в отмене рабства были заинтересованы, конечно же, экономически и на севере, потому что, таким образом, это позволяло получить относительно дешевую рабочую силу. Понятно, что о полном уравнении в правах речи в тот момент не шло. И вот одним из самых ярких представителей аболиционистского движения является как раз Джон Браун. Отметим еще, что происходит и почему вот этот вот клубок таким интересным и насыщенным получается. Дело в том, что помимо вот этой такой социального момента, меняется немножко и экономическое положение. Дело в том, что первая дорога в Соединенных Штатах Америки появилась в 1830 году. За 40-е и 50-е годы протяженность железных дорог увеличилась на территории Соединенных Штатов Америки в три раза. И вот вы можете видеть, как постепенно, постепенно развивается сеть американских дорог. То есть они начинают покрывать всю территорию Соединенных Штатов и соединяют восточное и западное побережья. Кроме того, возникает сеть телеграмных столбов со второй половины 30-х годов и в 40-е годы. Здесь Америка не отстала от Европы. Как только телеграфные столбы появились, их тут же стали активно достаточно строить. И таким образом, фактически в середине 19 века мы говорим о том, что такая замкнутость западных территорий, их невключенность в жизнь центра, она постепенно исчезает как раз благодаря железным дорогам и благодаря системе телеграфа. Кроме того, начинается в Америке, помимо земельной лихорадки, о которой я уже сказал, начинается также еще и хлопковая лихорадка или хлопковый бум. Когда 60% экспорта принадлежит Соединенным Штатам Америки, дело в том, что создается хлопко-очистительная машина, которая заменяет труд 10 человек, и естественно, что все это увеличивает спрос на рабов. То есть в данном случае понятно, что предполагается очень активный вывоз хлопка как раз в Европу. Но надо сказать, что тогда пароходное сообщение еще стоило достаточно дорого. А вот, например, 70-е и 90-е годы пароходное сообщение уже станет достаточно дешевым, и тогда, в общем-то, все станет для Америки гораздо лучше. Вот целый комплекс, как мы видим, с вами факторов. То есть здесь и социальный фактор, здесь и просветительский фактор. Кстати, обратите внимание, что как в Российской империи один из главных мотивов отмены крепостного права – это некорректность владения одними людьми других, так и в Соединенных Штатах Америки. Та же самая ситуация в каком-то смысле. То есть движение аболиционизма тоже нам говорит о том, что недопустимо, чтобы одни люди владели другими. И когда мы с вами сравниваем таким образом север и запад с югом, то мы видим с вами, насколько сильно они отличаются. Естественно, что подобного рода противоречия не могли в какой-то момент не вылиться в достаточно серьезный кризис. В 1857 году к власти приходит Джеймс Бьюкинен, который будет у власти находиться с 1957 года до 1961 года. И Джеймс Бьюкинен будет у нас представителем демократической партии. И при нем позиции рабовладельческого юга достаточно сильно укрепятся. Позиции рабовладельческого юга достаточно сильно укрепятся. И в 1861 году уже на выборах побеждает недавно образованная республиканская партия, я о ней сказал, и побеждает на этих выборах Авраам Линкольн. Вот прежде чем переходить к гражданской войне, буквально еще одно слово, буквально два слова отмечу. Один из американских президентов, Монро, сформулировал так называемую доктрину Монро «Америка для американцев». Сделано это было еще в 1923 году. Извините, это такой вставной новеллой немножко выглядит. Но, к сожалению, просто логически как-то не вплеталось в повествование. Его основная идея, что, с одной стороны, Америка не вмешивается в европейские дела. То есть Америка признает легальными все процессы, все правительства, которые находятся у власти в Старом Свете. Но, с другой стороны, что Америка будет претендовать на контролирующую роль на территории американского материка. То есть речь идет не только про Соединенные Штаты Америки, но и в целом про Северную и Южную Америку. И таким образом, что Европа не должна заниматься вопросами колонизации этих территорий. И вот как мы видим, соответственно, все, что происходит в рамках вот этих вот войн, оно как раз связано как раз с этой позицией. Монро и доктрина Монро будет господствующей до начала 20 века. И даже в Первую мировую войну американцы вступят очень-очень нехотя. Ну а так вот, если мы возвращаемся к гражданской, уже подходим к гражданской войне в Соединенных Штатах Америки, то на что мы должны с вами обратить внимание? А мы с вами должны посмотреть на то, что 50-е годы отличаются окончательным размежеванием Севера и Юга. И, например, в 50-е годы в штате Канзас будет ненадолго введено рабство, но достаточно быстро рабство там будет отменено. То есть мы видим, что, в общем-то, промышленный север, фермерский запад, они выступают против той системы, которая существует на юге. И причины этого я уже ранее вам объяснил. То есть одна из главных причин – это потребность в рабочих руках, это принципиально другая система управления. В 59-м году поднимается восстание в Виргинии, но оно терпит поражение. И как раз вот Браун, о котором я уже говорил, он будет повешен в результате поражения, он будет одним из инициаторов этого восстания. После того, как республиканцы, а среди них были как раз настроения по отмене рабства или, по крайней мере, по ограничению, если не отмене рабства, в общем-то, это тоже некоторое преувеличение, а скорее речь идет о том, чтобы ограничить области распространения рабства, то южные штаты, южные штаты, еще не дожидаясь вступления Авраама Линкольна в должность, начинают процесс сецессии, то есть выхода из состава Соединенных Штатов Америки. И об отделении заявят, например, Южная Каролина, потом заявят еще также Флорида, Джорджия, Алабама, Луизиана, Техас, Теннесси и так далее. Всего в конечном счете об отделении объявят 11 американских штатов, которые создают КША, то есть конфедеративные штаты Америки. И во главе КША встает бывший военный министр Соединенных Штатов Америки Джефферсон Дэвис. Понятно, что договориться уже не получается, это совершенно очевидно, и после этого разворачивается достаточно кровопролитная гражданская война. Понятно, что конфедераты при этом будут пользоваться значительной поддержкой европейских государств. В частности, и Англия, и Франция будут поддерживать именно КША. А, кстати, Россия в этом плане будет поддерживать именно Соединенные Штаты Америки и даже отправит свой флот к Соединенным Штатам Америки. И вот первый этап боевых действий характеризуется успехами южан. Вот здесь на самом деле интересно, почему происходит, почему так происходит. Ну, во-первых, я вам очень советую почитать «Унесенные ветром». Все-таки это прекрасный роман о гражданской войне, и роман во многом с позиции южан. То есть не надо из них делать абсолютное зло, у них были свои идеалы, свое представление о системе. Просто они проиграли, и поэтому, когда идет рассказ, то обычно кажется, что вот северяне они такие хорошие и прогрессивные, а южане они такие плохие. На самом деле количество преступлений, стоя с другой стороны, было, конечно, во время гражданской войны огромное. Огромное. Вот, если мы говорим про успехи южан, то чем они обусловлены, и в чем особенность в целом, в чем особенность в целом как раз южан. С одной стороны, вот для победы у южан был только один по большому счету шанс. Какая возможность у южан была для того, чтобы победить, кто мне скажет. Вот посмотрите на эти цифры и скажите, как южане могут победить. Вы еще не проснулись, видимо. Судя по молчанию, такому вот гробовому просто в сети. На самом деле единственный вариант для южан – это быстрая, стремительная война. Другого варианта нет. Как мы видим с вами, север обладает гораздо большим людским потенциалом, промышленным потенциалом, экономическим потенциалом. То есть единственный вариант для южан – это действительно победа в очень ограниченный промежуток времени. Второе. Почему у южан на самом деле на первом этапе есть определенное преимущество? Дело в том, что южане, скажем так, с точки зрения армии были более профессиональны. То есть кто обычно традиционно, а это в данном случае не изменилось, идет в армию на уровень офицеров. Это как раз плантаторы или дети крупных плантаторов. То есть можно сказать, что да, дворянства нет, но такие вот аналог дворян или аналог европейской аристократии все равно оказываются именно в первую очередь военным. Оказывается военным. И, конечно же, южане достаточно активно начинают боевые действия, при том, что у них большое количество проблем. При том, что одна из самых серьезных проблем – это то, что необходимо тоже держать часть войск в тылу, для того, чтобы сдерживать афроамериканские восстания, которые потенциально могут происходить. И южане берут сначала небольшой форт Самтер, затем берут еще целый ряд территорий. Они создают примерно, у них примерно 120-тысячная армия к этому моменту. А вот у Линкольна, Авраама Линкольна, после того, как он объявит о созыве добровольцев в армию Севера, будет пока что только 75 тысяч, 75 тысяч войск. Затем одерживается очередная победа со стороны южан. И вот здесь как раз летом 61-го года, когда конфедераты побеждают на реке Бул-Ран, у них появляется возможность захватить Вашингтон. Но силы южан не решились на этот шаг. Не решились на этот шаг. Почему на самом деле? Трудно сказать, возможно, что генерал Ли, который возглавлял южан, боялся, что удержать Вашингтон не удастся, и поэтому не пошел на его захват. Хотя в символическом плане, конечно, захват Вашингтона бы мог несколько изменить расклад сил в боевых действиях. Ну и затем уже, затем уже, все-таки северяне расширяют свою армию. У них она действительно становится просто огромной, просто огромной. И они приступают к реализации плана анаконда, так называемого плана анаконда, когда речь идет не столько о непосредственно военном подавлении, ну, о военном, но постепенном просто сжимании кольца вокруг южных штатов. Вот вы видите такую великая змея скота, как раз вот такое символическое изображение этого плана. И в конечном счете этот план приносит северянам успех. Южане начинают терпеть поражение. В ходе войны, кстати, даже и воинская повинность как раз появляется. Подробно рассказывать о боевых действиях уже не буду. Времени на это у нас с вами нет. И в 65-м году, в конечном счете, мы говорим о том, что конфедеративные штаты Америки потерпели поражение. Потерпели поражение. Вот статистику гражданской войны вы можете видеть. Огромное количество, конечно, и убитых, и раненых в ходе боевых действий и с той, и с другой стороны. Кстати, обратите внимание, что число убитых и со стороны Соединенных Штатов, и конфедеративных штатов примерно одинаковое. Именно количество убитых и даже у США больше умерших по причине болезни. Но, несмотря на то, что весной 65-го года конфедеративные штаты Америки проигрывают, все-таки свою лебединую песню они спели. Недолго Линкольн радовался победе. В апреле 1865 года Линкольн будет убит. Да, и во время гражданской войны, естественно, Северные Штаты объявят, еще в 64-м году будет объявлено об отмене рабства на всей территории Соединенных Штатов Америки. Начнется новый этап в истории США, но об этом мы с вами кратко, очень кратко поговорим в следующий раз и рассмотрим заодно историю Великобритании и Франции. А на сегодня спасибо вам большое за внимание. До следующей встречи. До свидания. До свидания.